В любом случае... Всем привет! Вы на канале 4vision.ru! Сегодня расскажу вам, как можно стабилизировать видео, снятое на DJI Avata на постпродакшене с помощью программы Geara Flow. От винта! Некоторые современные устройства умеют записывать гироданные, то есть некую информацию о расположении камеры в пространстве. И Avata как раз из числа таких девайсов. Используя эти данные, можно стабилизировать ваши видеофайлы на постобработке. Вы наверняка спросите, зачем это надо, ведь DJI славится своей встроенной стабилизацией. Отвечаю! Вам доступна более тонкая настройка, которая подойдет для конкретной задачи. Степень стабилизации контролируется вплоть до заблокированного горизонта. Хотя для этого истежим Horizon Steady. Посмотрите в нашем оригинальном ролике, если не успели. Также, используя программу, можно настраивать поле зрения и обрабатывать различные искажения камеры. И все это уже после съемок. К тому же есть возможность вывода вашего сбалансированного файла в формате прорез, если вдруг вам это нужно для дальнейшего монтажа. Звучит круто! Важный момент перед тем, как перейти к самой программе. Проверьте настройки вашего дрона. Во-первых, мы должны отключить электронную стабилизацию. А во-вторых, выбрать режим Wide – широкий угол. Иначе гироинформация не запишется в файл. Лучше дважды перепроверить, иначе можете сильно разочароваться после съемки. У меня такое было, не рекомендую. Программа GiroFlow доступна в свободном доступе и уже заточена на работу с файлами Аваты. Просто скачиваем ее на официальном сайте, ссылка будет в описании. Итак, в программу загружаем наш файл. В последних версиях уже присутствует поддержка Аваты, так что данные определяются автоматически, без необходимости выбирать профиль или создавать новый. На таймлайне можно обрезать кадр, как в любой программе монтажа, чтобы сразу получить нужный фрагмент. Далее в разделе Стабилизации мы можем проводить все необходимые действия для улучшения видео. Например, изменять поле зрения. Обратите внимание, что при значении высшей единицы могут появляться черные поля. Далее можно выбрать режим Стабилизации или выключить ее, чтобы использовать только исправление искажений линзы. У каждого режима есть отдельные настройки плавности, общие и для каждой оси, и других параметров, вроде обрезки изображения. Если вы хотите максимального эффекта, то я рекомендую режим с настройкой плавности каждой оси. Также мне нравится режим Lock Horizon, фиксирующий горизонт. Можно выбрать степень фиксации, оставляя небольшие наклоны. Для более простой стабилизации подойдут остальные режимы, они тоже отлично справляются с задачей. Только не используйте эффект Fix Camera, он для дронов не подходит. Далее можно включить исправление роллинг-шаттера, но разницы вы вряд ли увидите, так как сенсор на Авате не настолько большой. Проверяем все настройки и задаем параметры для рендера. Напомню, что выбор кодеков в программе гораздо шире, чем в дроне. Дождавшись вывода файла, вы получаете изображение именно с той плавностью, с которой вам хочется. Если вдруг вам интересна эта тема и нужен более подробный урок по гирофлоу, пишите в комментариях. Про лайки тоже не забывайте, вам один клик, а нам приятно. С вами как всегда был 4vision.ru, пока!